Поступил вопрос относительно Нового Завета, книги Откровения, 20 главы, 10 текста. А дьявол, приличавший их, ввержен в озеро Огненное и Серное, где зверь и лжепророк и будут мучиться день и ночь во веки веков. Пользователь спрашивает, грешники будут мучиться в озере Огненном постоянно или все-таки будут уничтожены полностью? Отвечает доктор богословия, исследователь Библии Феликс Понятовский. Здравствуйте! Сегодня мы поговорим об озере Огненном. Данное понятие встречается несколько раз в книге Откровения. Я зачитаю только один текст. Откровения, 20 глава и 10 стих. «А дьявол, приличавший их, ввержен в озеро Огненное и Серное, где зверь и лжепророк, и будут мучиться день и ночь во веки веков». Вопрос заключается в следующем. Какова участь будет грешников? Будут ли они мучиться в озере Огненном во веки веков или же они будут уничтожены раз и навсегда? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, нам необходимо не только сконцентрироваться на книге Откровения, но посмотреть, что Библия вообще говорит об участи нечестивых или об участи грешников. Поэтому давайте пойдём в самое начало Библии, в книгу «Бытие». В «Бытие», когда Господь сотворил человека и посадил посреди рая дерево познания добра и зла, «Господь сказал Адаму такие слова» 2 глава и 16 текста. «И заповедал Господь Бог человеку, говоря, «От всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрёшь». Выражение «смертью умрёшь» в данном случае является немножко неверным переводом еврейской конструкции, которая включает в себя абсолютный инфинитив. И данную фразу лучше переводить как «непременно умрёшь» или «точно умрёшь». Но заметьте, в данном случае Господь не говорит, что наказание за грех или за преступление Адама будут вечной муки. Он говорит, что наказание за грех будет смерть. Также, если мы посмотрим на другие тексты в Ветхом Завете, то мы увидим одну картину, что постоянно жизнь противопоставляется смерти. Никогда жизнь не противопоставляется вечным мукам или какой-то другой форме существования. Например, книга «Второзаконие», 30 глава и 19 стих. «Восвидетели, перед вами призываю сегодня небо и землю. Жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие. Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое». Итак, мы видим, что здесь жизнь противопоставляется смерти, а не чему-то другому. Точно так же можно перейти в Новый Завет и посмотреть, как Новый Завет говорит о подобных вещах. Например, апостол Павел в послании к римлянам говорит, что возмездие за грех — смерть, «А дар Божий — жизнь вечная во Христе Иисусе Господе нашем». И перед этим в 21 стихе он говорит так, «Какой же плод вы имели тогда? Такие дела, каких ныне сами стыдитесь, потому что конец их смерть». Итак, мы видим, что нигде не говорится о том, что наказание грешника или наказание нечестивого — вечные муки. Но везде подчеркивается, что наказание за грех — это смерть. Также можно упомянуть то, что, например, нигде не сказано, что Господь, либо Иисус Христос, искупил нас от вечных мук. Но сказано, что Он искупил нас от смерти, либо от вечной смерти. Например, давайте посмотрим книгу «Псалтырь», 114-й псалом, и здесь восьмой текст. «Ты избавил душу мою от смерти, почи мои от слёз и ноги мои от преткновения». То есть везде, во всём Новом Завете и Ветхом Завете говорится о том, что наказание за грех — это смерть. И Господь избавил нас именно от смерти, а не от чего-то другого. И вот здесь возникает вопрос, а почему же книга Откровения говорит постоянно о вечных муках? И почему вообще используется вот этот вот образ озера Огненного, в котором должны погибнуть или в котором должны мучиться все нечестивые? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, мы должны понимать вообще саму методику или стиль, каким пишет Иоанн в книгу Откровения. Иоанн в книге Откровения постоянно делает аллюзии на какие-то события прошлого. И в данном случае, когда он говорит об озере Огненном, он тоже использует такую аллюзию. Но немножко объясню, что такое аллюзия. Аллюзия — это непрямая ссылка, или, скажем так, он не просто цитирует какой-то текст из Ветхого Завета, но какими-то намёками даёт нам понять, что он говорит именно об этом. И какое-то событие в прошлом является прообразом того, о чём он говорит сейчас. И если обратить внимание на некоторые детали описания озера Огненного, то можно с уверенностью сказать, что Иоанн делает аллюзию на разрушение Содома и Гоморры. Давайте откроем вместе книгу Бытие, 19 главу, где описано, каким образом Господь разрушил эти два города. Книга Бытие, 19 глава, я читаю с 24 стиха. «И пролил Господь на Содом и Гоморру дождём серу и огонь от Господа с неба, и не спроверг города эти и всю окрестность эту, и всех жителей городов этих, и всё произрастание земли». И дальше с 27 текста. «И встал Авраам рано утром и пошёл на место, где стоял пред лицом Господа, и посмотрел к Содому и Гоморе и на всё пространство окрестностей, и увидел, вот дым поднимается с земли, как дым из печи». Итак, мы видим, что действительно очень много существует параллели между описанием озера Огненного и описанием разрушения Содома и Гоморры. Огонь и серо, дым, восходящий от этих городов, когда они были разрушены, и многие другие детали говорят о том, что Иоанн, скорее всего, делает аллюзию именно на это событие. Есть ещё один очень интересный текст, который также говорит нам о разрушении Содома и Гоморы. И он записан во втором послании апостола Петра, 2 глава и 6 текст. Второе послание Петра, 2, 6. «И если города Содомские и Гоморские, осудив на истребление, превратил в пепел, показав пример будущим нечестивцам» и дальше я пропущу несколько текстов и перейду к 9-му, «то, конечно, знает Господь, как избавлять благочестивых от искушения, а беззаконников соблюдать ко дню суда для наказания». Здесь апостол Пётр сравнивает разрушение Содома и Гоморы с последующим наказанием, которое будет ожидать всех нечестивых людей. И он говорит, что Содом и Гомора был пример для будущих нечестивцев. Таким образом, мы видим, что истребление этих городов стало прообразом окончания окончательного суда и окончательного истребления всех нечестивых. Итак, мы можем подвести некоторые итоги. Первое. Библия нигде не говорит, что наказанием нечестивых будут вечные муки, кроме книги Откровения. И второе, что мы установили, это то, что Содом и Гомора для Иоанна были прообразом последнего наказания всех нечестивых. И остановились мы на том, что в данной теме очень много интересных деталей, которые обязательно необходимо рассмотреть. И сейчас мы их разберём. Первое, что хотелось бы упомянуть в связи с этим, это то, что Иоанн, описывая озеро Огненное, говорит, что там дьявол, лжепророк и зверь будут мучиться день и ночь во веки веков. И данная фраза, день и ночь во веки веков, конечно же, подразумевает, что они будут мучиться вечно. Но действительно ли это так? Мы можем увидеть, что в Библии не всегда слово «вечный» означает бесконечный промежуток времени. Но оно может указывать и на нечто другое. Например, книга «Исход», 21 глава, которая говорит о рабе, который хочет остаться навсегда у своего хозяина. «То пусть господин его приведет его пред Богом и поставит его к двери или к косяку, и проколет ему господин его ухо шило, и он останется рабом его, и здесь сказано «вечно» «лей олам» на еврейском языке. Но здесь, конечно же, не имеется в виду, что он будет его рабом вечно, он будет его рабом до своей смерти. И можно приводить много других примеров, когда в Библии слово «вечный» не обязательно указывает действительно на вечность или на бесконечную продолжительность времени. Но на что же здесь указывает, в нашем исследовавом тексте указывает подобное выражение? А подобное выражение указывает на последствия, а не на продолжительный процесс. И это мы можем увидеть на примере ряда других текстов. Например, послание Иуды. И давайте зачитаем 7 и 8 стихи. «Как Содом и Гомора и окрестные города, подобно им блудодействовавшие и ходившие за иной плотью, подвергшись казни огня вечного, поставлены в пример. Так точно будет и с этими мечтателями, которые оскверняют плоть, отвергают начальство и засловят высокие власти». Заметьте, здесь сказано, что они были подвержены казни огня вечного. Но мы знаем, что Содом и Гомора не горят вечно. Они были сожжены в одночасье. И на следующий день, когда Авраам вышел, чтобы посмотреть на то, что произошло с этими городами, он увидел только дым, который восходил от них. Таким образом, данный текст также говорит о том, что наказание этих городов было вечным, а не их мучение или огонь, который их сжигал, он сжигает их вечно. Также еще один пример, который можно привести в связи с этим, связан с книгой Откровения и с наказанием Вавилона. Давайте прочитаем 19 главу и 3 текст, где описано, каким образом будет наказана блудница. «Ибо истинные праведны суды его, потому что он осудил ту великую блудницу, которая растлила землю блудом своим и взыскал кровь рабов своих от руки ее. И вторичные сказали «Аллилуйя!» И вот дальше «И дым ее восходит во веки веков». Иоанн говорит о том, что когда была осуждена блудница, то есть город Вавилон, она была уничтожена, и дым восходит во веки веков. Но данная фраза опять же не говорит о мучениях, которые длятся вечно, а говорит о том, что наказание это имеет последствия, которые будут длиться вечно. И в другом параллельном отрывке, это в предыдущей главе, где также описано уничтожение Вавилона, говорится, что он будет уничтожен раз и навсегда. «И один сильный ангел взял камень, подобный большому жернову, и поверг в море, говоря, с такой силой повержен будет Вавилон, великий город, и уже не будет его». Итак, мы видим, Иоанн говорит, что этого города уже больше не будет, он перестанет существовать. Итак, каждый раз, когда Библия говорит о вечных наказаниях, имеется в виду, что не сами наказания вечные, но последствия этих наказаний будут вечными. Ещё один текст, который необходимо разобрать, это Евангелие от Марка, 9 глава, где Иисус Христос несколько раз говорит о мучениях в гиене, и также упоминает слово «вечный». Итак, Евангелие от Марка, 9 глава, и 43 текст. «И если соблазняет тебя рука твоя, отсеки её. Лучше тебе у вечному войти в жизнь, нежели с двумя руками идти в гиену, в огонь неугасимый». В данном случае Иисус не говорит о том, что наказания будут вечными, но говорит о том, что будет неугасимый огонь, который будет сопровождать эти наказания. И здесь Иисус использует также одну метафору для того, чтобы описать последствия этого наказания. Дело в том, что слово «гиена», которое упоминает Иисус, происходит от выражения «долина сынов Эномовых». И данная долина упоминается несколько раз в Ветхом Завете. Когда-то давно, ещё до плена, это было местом, где израильтяне приносили жертвоприношение идолам и совершали разные другие мерзости. В связи с этим пророк Иеремия произносит проклятие на эту долину и говорит, что она превратится впоследствии в место, которое будет мерзостью для Бога. Давайте откроем книгу пророка Иеремии, 7 главу. Итак, книга пророка Иеремии, 7 глава и 31 стих. «И устроили высоты Тафета в долине сынов Эномовых, чтобы сжигать сыновей своих и дочерей своих в огне, чего я не повелевал и что мне на сердце не приходило. Зато вот приходят дни, говорит Господь, когда не будет более называться место это Тафетом и долину сынов Эномовых, но долину убийства и в Тафете будут хоронить по недостатку места». Действительно, мы знаем, что после плена, когда израильтяне вернулись из Вавилона, то данное место, долина сынов Эномовых, стало свалкой мусора. И этот мусор сжигался, и огонь там постоянно практически горел или тлел. И вот именно подобная картина стала вот той метафорой, источником метафоры, которую использует Иисус Христос, когда говорит о вечном наказании и неугасимом огне. Итак, мы рассмотрели уже много примеров, которые говорят о том, что грешники будут наказаны не вечными муками, но последствия этих наказаний будут вечными. И последний аргумент, который хотелось бы разобрать, это то, что говорит сама книга Откровения, потому что Иоанн в книге Откровения как будто даёт нам намёки, указания, что действительно имеются в виду не вечные муки, но имеется в виду окончательное наказание нечестивых. Книга Откровения, 20 глава и 14-15 стихи. «И смерть и ад повержены в озеро огненное, это смерть вторая. И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро огненное». Заметьте, что здесь смерть и ад повержены в озеро огненное, всё это действие названо второй смертью. То есть Иоанн говорит, что это является иллюстрацией или примером того, как будут уничтожены все нечестивые. И в конце концов, это будет смерть, а не вечные муки. И здесь хотелось бы упомянуть ещё некоторые тексты, которые говорят о том, что наказание нечестивых всё-таки будет одноразовым. И это будут не вечные муки, а вечная смерть. Апостол Павел во втором послании к Фессалоникийцам и в первой главе говорит следующие слова. Второе послание к Фессалоникийцам, первая глава и шестой и седьмой текст. «Ибо праведно пред Богом, оскорбляющим вас воздать скорбью, а вам, оскорбляемым, покоем вместе с нами в явление Господа Иисуса с неба с ангелами силы Его. В пламенеющем огне, совершающего отмщение, не познавшим Бога и не покоряющимся благовествованию Господа нашего Иисуса Христа, которые подвергнутся наказанию вечной погибели от лица Господа и от славы могущества Его». Апостол Павел здесь говорит о том, что нечестивые, они подвергнутся вечной погибели и не говорит о том, что они будут мучиться вечно. Итак, мы рассмотрели, что на протяжении всей Библии говорится о том, что наказанию нечестивых будет смерть, а не вечные муки. Христиане страдают, болеют и умирают, точно так же, как нечестивые. Но принципиальное отличие между первыми и вторыми всё же есть. Господь обещает, что верующие в Него не потерпят вреда от второй смерти. И это та награда, ради которой стоит претерпеть до конца. Библия. «Библия» Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...